Приветствую вас. Конечно, подобные ситуации, когда ребенок начинает испытывать первые чувства, и когда ребенок по сути начинает вступать во взрослую жизнь, это всегда дается тяжело для родителей, я вас здесь понимаю, я очень хорошо понимаю ваши чувства, но мне кажется, что надо бы как бы, ну, поисследовать, откуда у вас слезы, вот. Почему у вас слезы? То есть одно дело, вы переживаете за свою дочь, и вам хочется, ну, вы хотите для нее шерсть, вот. Или вы хотите здесь чего-то для себя. Это очень важный момент, потому что ваша реакция, она, как бы, свидетельствует о том, что вы реагируете на эту ситуацию чрезмерно. То есть, то есть, эээ, может быть, может быть, может быть, дело здесь не в, эээ, ну, может быть, здесь дело не в дочери, вот, а, может быть, здесь дело в вас, что вы хотите, эээ, что-то для, эээ, ну, для себя, например, может быть, эээ, может быть, эээ, такая история, вот. То есть, эээ, здесь, конечно, эээ, надо бы этот момент поисследовать, надо бы, эээ, понять, эээ, что конкретно, эээ, вызывает у вас эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, и, соответственно, поисследовать уже это, потому что дочери, совершенно очевидно, да, что вы вредите, вот, своей дочери. Своей дочери вы вредите, и мне думается, что это очень негативно сказывается на ней, то, что она убегает из дома, то, что она, ну, не чувствует себя. Чувствует, по сути, от вас поддержки, а какой-то, да, они чувствуют, что вы разделяете ее, как бы, ее переживание, она чувствует себя одна. Вот, поэтому, то, что вы плачете, то, что вы от нее следуете, пытаетесь донести, она воспринимает, скорее, как очень, ну, такую, как очень негативное что-то. Вот, поэтому я думаю, что вам нужно определиться с тем, что вы хотите для дочери, что вам нужно для себя. То есть, если для дочери вы хотите счастье, то, ну, здесь желательно признать, что счастье, оно невозможно без, ну, без определенного опыта. Понимаете? И для того, чтобы быть счастливой, вашей дочери нужно пройти определенный этап, вашей дочери нужно пройти определенный путь. Вот. И этот определенный путь, он неразрывно связан со страданием, с болью, с переживанием, с негативом. От этого никуда не деться. То есть, ваша дочь, она будет учиться на своих ошибках, она будет, ну, она будет понимать, что с ней происходит. Вот. И так далее. И так далее. И так далее. То есть, вам в этом аспекте и в этом контексте желательно ее поддержать. А не выступать, ну, не выступать в качестве такого, знаете, противовеса. Вот. Одно, что неужели. При этом необходимо, конечно же, адекватно выражать свои, в том числе, чувства и свои, в том числе, эмоции. То есть, если вы, допустим, за нее переживаете, если вы, допустим, о ней беспокоитесь, вот, то так и нужно сказать, да, об этом. О том же, о том же, что я за тебя переживаю, я за тебя волнуюсь, волнуюсь и так далее. Ну, вот. Понимаете? Вот. Сейчас, сейчас вы просто вот действуете, как бы опираясь именно на себя. Именно на себя вы опираетесь, на то, что вы боитесь. Вот. И вместе с тем не замещается, как обесцениваете чувства и желания дочери. Понимаете? Вот. Что, опять же, недопустимо, абсолютно, абсолютно недопустимо обесценивать. Ребенок очень болезненно, всегда негативно реагирует на подобные вещи. Вот. Так что, здесь я просто хотел бы, ну, призвать вас к определенной осторожности. Вот. И чтобы, чтобы вы не забывали о том, да, что забота о человеке не может, как бы, во вред ему быть. Вот. Так что, я думаю, я думаю, что вам можно будет поработать здесь со своими чувствами, в первую очередь. То, что чувствуете вы и что конкретно вызывает у вас такие эмоции, да. Если это, например, ну, например, если это связано, допустим, с гиперопекой, да. То есть, если вы гиперопекаете своего ребенка, то у этого есть причины. Но гиперопека, она практически всегда идет во вред человеку, потому что это его, ну, это лишает его приспособленности к тому, чтобы принимать собственные решения. После того, как ваши чувства могут быть выражены, после того, как вы выразите свои чувства, вы уже сможете выстраивать адекватные, ну, адекватные отношения с ребенком. Вот. Продемонстрировать ей то, что вы на ее, собственно, на соне. Вот. И продемонстрировать, что все, что вы делаете, то, что вы делаете, то, что вы хотите, это все для нее. Вот. Но при этом, да, есть еще и определенные ваши чувства, определенные ваши переживания, которые девочка, ну, девочке просто нужно знать. Вот. Скажем так. Вот. То есть это вот такой аспект. И мне думается, что такой может быть подход с той точки зрения, чтобы и эмоции ребенка не обесценивали. Потому что вы говорите, да, как ей донести, что это не любовь, чтобы вдруг все будет еще в руке, думать, что будет еще любовь. Никак. Потому что человек чувствует это. Человек чувствует. Человек как чувствует, он, в принципе, так и живет. И вы никак не сможете это донести до ребенка, что какие-то его чувства неправильные. Ну, потому что они есть, эти чувства, понимаете, какая штука. Вот. И вот как бы на это, на это я хотел бы обратить ваше внимание, что вы игнорируете и обесцениваете чувства ребенка. Так как бы, да, может быть, может быть, это влюбленность ни к чему не приведет. Да, скорее всего, это влюбленность действительно ничего не будет. Да, скорее всего, девочка будет страдать. Но почему вы считаете, что она не должна проходить этот путь? И почему вы считаете, что ее чувства, ну, недостойны, недостойны того, чтобы иметь, ну, иметь место быть. Вот. С чем это связано? Ну, вот такая ваша позиция, условно говоря. Да? Вот. Ага. Это то, что вам нужно для себя поисследовать, конечно же. Вот. В целом, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Еще раз, еще раз, я хотел бы подчеркнуть, да, я хотел бы подчеркнуть, очень важный момент я хотел бы подчеркнуть, что ребенок, испытывает те чувства сейчас, которые, ну, для него актуальны. Для нее актуальны, для него актуальны, неважно. Вот. И то, что вы делаете сейчас, вы обесцениваете эти чувства. Вот. Понимаете? Какая штука. обесцениваете чувства ребенка, вы, по сути, настраиваете его против себя. Что, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя допускать, потому что это идет только во время. Надеюсь, я смог донести до вас свою мысль. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok